Петр Великий создал новый тип государства, которое, конечно, еще не было правовым. Но уже опиралась на правовые механизмы и испытывала потребность в юридической экспертизе. Стремясь обосновать свои притязания на статус императора, Петр Великий продемонстрировал развитое правовое и архивное сознание. В переговорах с иностранными послами он опирался на грамоту императора Максимилиана I, направленную в 1514 году московскому князю Василию III, в которой адресат неоднократно именовался, цитирую, «божью милостью цесарем». По указанию Петра этот исторический источник был переведен на основные европейские языки и издан солидным по тем временам тиражом в 310 экземпляров. Традиция законотворчества в Российской империи, по словам Сергея Нарышкина, была прервана революцией 1917 года, когда сформировалась иная советская правовая система. Тогда же были учреждены и новые научно-образовательные структуры. Их продолжателем сегодня является Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Его директор Телья Хабреева подчеркнула важное сотрудничество юристов и историков. Вот такой междисциплинарный подход, он поможет нам преодолеть известную относительно односторонность мышления ученых-юристов. Такой наш юридизированный взгляд на государство-правовое развитие. Почему это важно? Ну, во-первых, в последнее время в разных странах по-разному интерпретируются многие исторические события, которые еще недавно имели признание и юридическое, и политическое. Однако теперь они подвергаются ревизии, я имею в первую очередь, конечно, итоги Второй мировой войны. Роль российского народа, роль советского народа в этой великой победе. Ну и во-вторых, следует признать, что интерес ученых-юристов, он данной проблематике в последнее время угас. Надо прививать новому поколению юристов вкус к истории. В работе Конгресса приняла участие и Российская Академия Наук. С приветствием обратился ее президент Александр Сергеев, а академик Валерий Тешков еще раз напомнил о преемственности имперского периода. Именно с момента Петра Первого появляется понятие не только раба Божьего, как подданного Божьего помаженника, императора или царя, но и как гражданина Отечества. Вот это понятие Отечества, гражданина, ответственного гражданина, оно появляется именно с самого начала зарождения правления Петра Великого. И на похоронах Анна Прокоповича Петра Великого сказал, о, россияне, что мы сегодня переживаем, мы хороним Петра Великого, основателя нашего Отечества. Говорили и на актуальной теме, в частности, о правовых основаниях воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, а также о проведенной в 2020 году конституционной реформе, в результате которой в основном законе России впервые с постсоветского периода были закреплены такие понятия, как вера в Бога, государство, образующий народ, языком которого является русский, и вся тысячелетняя история страны. Служба информации Фонда История Отечества.